Мы создавали интерактивный стол. Как? От идеи дойти до конечного результата. И все было совсем не так, как мы планировали. Итак, вот такой, собственно, план действий. Рамка выглядит вот таким вот образом. Что у нас случилось с телевизором? Это работает именно так. Барабанная дробь. Будем первый раз включать. Изображение 4К, сверх яркое, но результатом я доволен. Спасибо, брат. Все. Enough. Достаточно. Погнали в интересную историю. Привет с вас, друзья. Меня зовут Александр. Вы на канале Есть вопрос. И Александр меня зовут Пока, потому что я уже с этим выпуском стал задуматься обо всем. То у нас одно не так, то другое. Я уже думаю, может имя поменять или Веру сменить, или вообще тут все осветить кругом. Короче, мы создавали интерактивный стол. И все было совсем не так, как мы планировали. Потому что столкнулись с рядом проблем. И проблемы ждали на каждом шагу. Сперва мы не те рамки заказали, не тех размеров. Вот. Потом мы заказали, значит, телевизор, который нам на производстве поломали. Дальше у нас было со стеклом, слава богу, все прекрасно. Но нас ожидал сюрприз, когда мы новый телек начали подкидывать в раму, которую нам собрали. Модель одна и та же, все одно и то же. Но новый телевизор был как бы классом повыше. Там рамка чуть-чуть поменьше, а нам как бы этого не нужно было. И потом мы все это прямо на ходу тут делали. Но зачем слова, если я вам все могу это дело показать. Погнали в сюжет и расскажу вам, как собрать свой интерактивный стол своими руками без тех приключений, которыми мы пережили. И будем его собирать в том формате, который пригоден к продаже. Я вам расскажу, как от идеи дойти до конечного результата. Почему мы это делаем? Две цели, две аудитории. У нас смотрят ребята, которые из образования, ребята и девчата, я всех одним словом называю, собственно, педагоги. Вот вам этот выпуск просто должен дать возможность уложить в голове информацию, из чего состоят интерактивные столы и из чего складывается их конечная стоимость. То есть именно вот этот набор компонентов. И вторая аудитория. Это молодые ребята, которые тоже нас смотрят, случайно залетели на канал или в целом когда-то я пообещал рассказать, что такое интерактивное решение и как войти в IT с помощью этого решения. Вот для вас этот выпуск. Если бы не эти две аудитории, которым я очень благодарен, что худо, бедно, но нас все-таки смотрят, аудитория у нас очень маленькая. Мы сняли этот выпуск. Он очень дорогостоящий для нас, но в сюжете вы это все поймете. Итак, для того, чтобы создать свой интерактивный стол, нужно чуть-чуть погрузиться в теорию. Давайте посмотрим, какие компоненты нам для начала нужны. Это у нас этап с вами планирования перед тем, как мы будем создавать. И, собственно, дальше уже по порядку все начнем делать и в конце все это дело соберем. Go сюжет! Погнали в интересную историю. Итак, друзья, давайте в самом начале вспомним, из чего будет состоять наш интерактивный стол, либо любая другая интерактивная поверхность. Напоминаю, что в данном случае я объясняю вам принцип действия, а уж что вы будете воплощать, это ваше дело. Если ножек нет, значит интерактивная поверхность, интерактивная стена, интерактивный дисплей, как хотите, так и называйте. Итак, погнали! Первое, что нам нужно, это некая поверхность, которая будет защищать наш пирог. В нашем случае это столешница, у которой будет выбрана часть для того, чтобы мы видели дисплей. Она на самом деле будет вот так выбрана, так и вот так. Далее, поскольку мы делаем стол, понятно, что тут у нас будут ножки. И, собственно, далее самое интересное у нас с вами начинается. Соответственно, вот в это место, паз, мы с вами вставляем интерактивную рамку. Для чего нам нужна эта рамка? Рамка будет как раз таки инфракрасная. Отвечая за то, что мы с вами своей ручкой, длинным пальцем будем касаться, то есть она будет считывать и передавать координаты. Вопрос, почему мы будем тыкать пальцы? Конечно же, потому что мы будем видеть некое изображение. Соответственно, дальше у нас должен быть защитный экран, чтобы мы ничего не продавили. То есть вот так он будет выглядеть, защитный экран. А изображение будет формировать телевизор. В нашем случае телевизор Xiaomi. Вот так у него выступ есть. Все, на этом можно было бы и закончить, если бы мы захотели управлять телевизором, но мы с ним не сможем, потому что от рамки касания нужно передать некому устройство, которое обработает эти сигналы и скажет, в какой координате у нас находится палец. Поэтому мы сюда еще с вами вкорячиваем какой-то компьютер, персональный мини-компьютер без монитора. Роль монитора у нас выполняет телевизор. Все это подключаем проводами к телевизору через HDMI. Соответственно, к рамке подключаем проводами через USB и запитываем все 220 вольт. Нам нужно будет запитать 220 вольт как ПК, так и телевизор. Все, и тогда у нас с вами будет некое подобие счастья. Другое дело, что у нас пока нет никакого софта, чтобы с ним играть. Об этом будет чуть позже. Обязательно досмотрите до конца, где я буду рассказывать сколько что стоит, в том числе и программное обеспечение. Важно еще что, здесь у нас в персональном компьютере будет установлена операционная система Windows. 11-я, поскольку я компьютер приобрел и заранее приобретал с такой операционной системой, потому что нам ничего не нужно будет делать, ничего настраивать, а возможность калибровки у нас в любом случае уже здесь присутствует на борту. То есть это в нашем с вами случае самая простая система, с которой мы можем стартануть, чтобы в целом уложить принцип работы интерактивных столов в своей голове. Дальше возвращайтесь как хотите на любой операционной системе, я думаю это все сделать реально. Итак, вот такой собственно план действий у нас с вами и будет. Пишем. Первое. Создать стол. Именно каркас. Каркас. Второе. Инфракрасная рамка. Приобрести. В нашем случае 55 дюймов. Третье. Заказать стекло. Каленое. Четвертое. Мы с вами что делаем? Заказываем телевизор. Соответственно 55 диагональ с рамочкой, чтобы мы могли все это зацепить. И пятый пункт я напишу у себя на лице. Второе. Это приобрести персональный компьютер. Конечно же мини. Но я писать этого не буду. Можно и материнку расчехлить. Я сделаю так, как мне проще. Потому что вам будет проще понимать. В данном случае я считаю, что все объяснил и самое интересное будет впереди. Там не только интересное, там еще и печальное, а потом снова интересное. Поэтому смотрим внимательно, обязательно пишем комментарии, ставим лайки. Потому что история обещает быть очень увлекательно и интересно. И эта штука нам обойдется чуть дороже, чем мы с вами рассчитывали. Но переходим к основной части сюжета. Погнали воплощать всю эту штуку в жизнь. Итак, друзья. Самое первое дело, конечно же, нам с вами приобрести инфракрасную рамку, на которую все и будет завязано. Почему у нас все идет от рамки? На самом деле и идея интерактивного стола именно появилась тогда, когда я купил случайным образом вот такую рамку. Вот так она выглядит. Это сороковая, короче, ребят, диагональ. Сороковая. Вот. И пообещал, что я вам расскажу, как она работает. Почему зародилась идея показать вам это дело? Потому что если эту рамку сейчас просто на ходу воткнуть в комп, вы сразу сможете с ним работать. Я увидел, насколько это классно и потенциально интересно вам, как здесь и сейчас, без калибровок, без настройки, получить любую интерактивную поверхность. Рамка выглядит вот таким вот образом. В нашем случае, почему я говорю, что это самый дорогой выпуск, ситуация была такая, что эту рамку я купил. Сороковая диагональ, думаю, 32-я очень маленькая, 50-я уже большая. Ее таскать тяжело будет и перевозить в машине в своей тяжело. Ну, да, возьму сороковую. И каково мое было удивление, что именно сороковую диагональ снимают с производства. То есть это самая неудачная диагональ. Я бегаю по всему городу, под эту рамку ищу телевизор и не могу его найти. А потом обращаюсь к ребятам, говорю, что за фигня, которые рядышком у нас сидят в сервисный центр. Они говорят, так ты чего? Три года назад эту диагональ сняли с производства. Ты бегаешь, новые телевизорки ищешь, они у тебя в размер постоянно то больше, то меньше гуляют. Вроде сороковая-то продается, но она не та, которая мне нужна. По ней размеры гуляют очень сильно. И я заказываю, что бы вы ни думали, думаю, ну раз не судьба, будем делать большую штуку, 55-ю диагональ. На ваше понимание, вам придет вот такой тубус, в этом тубусе эта рамка будет разобрана. И достав содержимое вот этого тубуса, вам все станет понятно, как собирать, что собирать. Потому что внутри находятся 4 рамочки, точнее 4 палки, отвертка, инструкция по сборке и шлейфы с винтиками. Просто собираем рамку по инструкции, как написано. Займет это у вас? Ну максимум 20 минут, если уж вы совсем никогда этого не делали ранее. Или не представляете, как пользоваться отверткой. А в целом минут 5-10. Все. Дальше, после того, как мы определились с рамкой, мы можем наконец-то взять телевизор. Именно в этой последовательности, друзья, нам сперва идет рамка. Под рамку мы подбираем телевизор. Таким образом, чтобы эта рамка хорошо входила в диагональ телека. И ее углы совпадали с углами, опять же, телевизора, а не рамки телевизора. И у телевизора в идеале рамка какая-то должна быть. У современных решениях, вы знаете, рамки тонкие. Ну, просто вероятность того, что вы поломаете этот телевизор, намного больше, чем у телевизора, у которого есть рамка. Жаль, что мы даже с рамкой умудрились поломать телевизор. Но об этом чуть позже. Погнали дальше. И, друзья, еще такой момент про рамку. Здесь у нас с вами есть два провода. Один идет у нас на заземление. И второй кабель, это кабель для USB. Все, соответственно, опять же, тут все распаяно. Вы ничего не паяете, вы просто собираете по инструкции. На этой рамке у нас даже подписаны края, которые мы должны с какими соединить. Итак, что у нас случилось с телевизором? Телевизор мы взяли не дешевый, сразу скажу. Опять же, поискали и там. Сям с рулеткой ходили по гипермаркетам, все мерили. И нас устроил телевизор от Xiaomi. 55-я диагональ. Это такая себе здоровая бандура. И вот, собственно, что произошло. Почему мы взяли Xiaomi? Во-первых, он нас полностью устраивает именно по диагонали, потому как рамка на него ложится. Во-вторых, Xiaomi, вы знаете, фирма та, которую знают все. И, собственно, есть целая армия этих поклонников. 4К-экран. И самое важное, что этот телевизор находился рядом. У нас рядом здесь находится телевизионная мастерская, в которую мы просто зашли. Сказали, что нам нужны параметры под нашу рамку. Все перемерили. И вот он к нам идеально подошел. Поэтому мы его взяли. Взяли мы его за 32 тысячи рублей. Собственно, помимо этого телевизора, если мы вернемся назад, нам необходимо с вами защитить его матрицу. Это мы делаем с помощью стекла. Стекла какого? Вопрос к вам. Конечно же, закаленного, просветленного. То есть, чтобы у нас свет стекла. Те, кто с этим не сталкивается, не знают, что оказывается, все стекла, которые используются в окнах, они чуть-чуть зеленят. Когда ты заказываешь стекла для того, чтобы у тебя были красивые витрины, ты покупаешь просветленное стекло. В смысле, что его просветлило? В смысле, что там нет компонентов, которые его бы зеленили. Чуть-чуть переплатили, но при этом идеальный белый цвет. Далее. В чем проблема? И почему я этот стол уже хотел выбросить и, собственно, больше к нему не возвращаться? Потому что все у нас шло не так. И здесь это уже была последняя капля. Смотрите. С производства забираем телевизор. Я вижу, что между сэндвичем, стекла и, собственно, панелью очень много пыли. И это понятно, что она будет, потому что, ну, производство деревообрабатывающее. Там мы никак не добьемся того, чтобы у нас была чистота. Плюс была не на своем месте рамка. Соответственно, мы здесь быстренько все скидываем. Аккуратно, сразу говорю, с нашей стороны все просто снимается с ювелирной точности. Протирается. И далее у меня коллега, протирая вот этот экран, замечает вот такую светлую область в уголочке. Я вам сейчас ее попробую показать. И задает мне вопрос, что это такое? А поскольку эта матрица, она прямо совсем новая, такого быть не может. То есть мы его взяли у ребят, которые только поменяли матрицу. Вот только они ее поменяли. Матрица была нулячая, оригинальная. И, собственно, друзья, я сейчас хочу, чтобы вы испытали те же эмоции, которые испытал я. Но перед этим напомню, что вы из своего кармана, для того, чтобы снять этот ролик, за телевизор отдаете 32 тысячи рублей. Чек вот здесь. Погнали. Берем пульт, включаем. И наблюдаем. И что же мы с вами видим? Мы с вами видим ту самую область. Сейчас он немножко, вы изображение видите, но с каждой минуты изображение будет пропадать, потому что это работает именно так. Если вы думаете, что после этого я был мегапозитивный, давайте сейчас еще потратим какое-то количество денег. Нет, на тот момент, во-первых, мы не знали, сколько стоит, обойдется нам ремонт вот этого телека. И это был второй случай. У нас оставалась надежда, что ну хорошо, окей, десятку мы еще закинем, кинем новую матрицу, и все будет прекрасно. До того момента, пока я не зашел на Авито и не посмотрел, а за сколько продаются такие же телевизоры, у которых разбита матрица. Просто, чтобы быстро оценить. Это вам такой лайфхак. И стоимость такого телевизора, 55-й диагонали в Xiaomi, стоит с разбитой матрицы 3000 рублей. Нормально. То есть мы попали с вами на 29 тысяч рублей. И вот это уже желание продолжать съемки ролика никакого не вызывает. Взяв деньги из кармана своей супруги, она еще об этом не знает, вот и узнаем, смотрит ли она наши ролики. Я приобретаю точно такой же второй телек. Продаю вот этот телевизор за 2000 рублей ребятам, у которых мы его только что взяли. Зато у них хороший опыт будет. Они мастерски закрытыми глазами научатся менять матрицу этих телеков. Или выкинутого куда-нибудь. Я не знаю, что они делают. Ну, короче, встречайте. Вашему вниманию представляется новый телевизор. Та-дам! И, собственно, вот так выглядит наш новый телевизор. Сейчас я протру ему экран, видите, в пленочках. Но новый телевизор нас не особо интересует. Рамки ни одной видеть никто не будет. Я даже пленку не снимаю. Поэтому пусть она хоть что-нибудь защищает хотя бы в моих мечтах. И все. И сейчас мы его благополучно можем установить в стол. И тем самым наш проект не закрывается, а становится дороже на 29 тысяч рублей. Такие дела. И, конечно, обидно, что такая ситуация случилась. С другой стороны, я мог себя подстраховать. Конечно же. Когда вы отдаете дорогостоящие вещи в любое производство, не только касаемо нашего случая. Вот вам моя наука. Привезли телевизор. Включаете его. Показываете, что он работает. Или другое устройство. То есть, вот вы передали. Можете акт приема передачи заключить. Но у нас здесь вроде как все на доверии. Хотя оно не оправдалось. Передали. То есть, включили. Я этого не сделал, потому что пульт, который я хотел обновить, там был он достаточно потертый. Я же бушный телевизор взял. К сожалению, под этот пульт я его специально оставил, чтобы заказать точно такую же модель. Соответственно, там я включить его не мог. Я так думал. Там, оказывается, снизу есть кнопка включения. Ну, ладно. Век живи, век учись. Далее. Когда я забирал телевизор, я пульт снова не взял. А хотя, если бы я его включил там, у нас возник бы вопрос. А почему, собственно, телек сломан? Ну, опять же, тут был бы другой ответ. Если бы ребята себя именно таким образом повели. А когда ты привозил, ты не включал, ты уверен, что ты нам его даёшь целый. Может, ты его привез сломанный. Мы тут вроде как всё аккуратно переносили. Ну, вот такой диалог мог состояться потенциально. Но до него даже не дошло, потому что мы его не включали ни в первом, ни во втором случае. Сами за это и заплатили. Очень обидно. Переходим дальше. Теперь с вами мы, наконец-то, будем собирать саму столешницу. Прежде чем собрать стол, мы можем с вами просто посмотреть на рынок интерактивных столов, как он, собственно, выглядит. И выглядит он достаточно однообразно. В качестве стола используются либо металлические каркасы, про которые речь в нашем случае идти не может, потому что у нас нет металлообрабатывающего производства, как это всё гнуть. Мы, конечно, можем рядом. У нас тоже сидят ребята, которые делают из металла киоски. Но мы не будем, потому что это сильно дороже. И, опять же, этим занимаются все. Мы не хотели идти в эту сторону. И, с другой стороны, кто-то делает всё то же самое из МДФ, красит его плёнкой, обтягивает. Это производство у нас есть. Но я не хотел, опять же, МДФ. Потому что у меня его в жизни и так большое количество. Я хотел что-то натуральное. Поэтому мы берём рамку, берём телевизор и везём на производство. Параллельно вспоминаем, что мы не заказали закалённое стекло. Ведь оно и будет обеспечить у нас защиту от того, что у нас через короткий промежуток времени телевизор не придёт в негодность. Потому что кто-то облогатился неудачно. Матрица всё-таки это очень хрупкая штука. Поэтому параллельно мы заказываем стекло. Калёное. Не забывайте. И, собственно, отвозим всё это на производство. Там нам задают несколько вопросов. Первый. Какая ширина рамки, собственно, должна быть? Именно на эту рамку дети будут облокатываться руками. Я сказал, что я хочу небольшую ширину. В районе 12-15 сантиметров. Потому что мы делаем из натурального материала. Всё это достаточно дорого. Любые вот эти сантиметры. А где-то в сантиметрах 12, только чтобы облокотиться и нормально нависнуть над этим экраном, а по-другому ты не сможешь дотянуться до противоположного угла, у вас не получится. И нам этого размера будет достаточно. Что по материалам? По материалам, поскольку мы с натуральными материалами работаем давно, я знаю столько, сколько знаю. Делюсь с вами. Сосну, точнее хвойное, мы использовать не можем. Потому что кто работал с ними, знает. Ногтем вот так проведи по сосне, которая покрыта маслом, лаком, неважно чем. Сразу будет вмятина. Нас это не устраивает. Нам нужно решение, которое будет ходить долго и выглядеть максимально красиво. У сосны ещё и текстура. Она не столь яркая и интересная. Далее у нас бук или ясень. Поскольку на производстве я задаю вопрос, что быстрее, мне говорят, ясень, хоть завтра. Я говорю, завтра меня интересует ясень. И текстура нам сказали, что будет красивой, потому что там как раз-таки такой спил и лежит. Я говорю, супер вообще, давайте, заверните ясень. Чуть дороже бука, но окей. Далее мне задают вопрос. Высота конструкции. Благодаря тому, что стекло, я знал, что у меня будет 6 мм, у меня высота есть, а пока я его заказываю, как бы больше ничего, ребятам, не надо. Размеры рамки, мне говорят, размеры защитного стекла, защиты инфракрасной рамки. Всё. Это меня не держит. Я его стекло заказываю. Далее 6 мм у меня есть. Высота рамки инфракрасной, в нашем случае 8 мм. На ус мотаем, добавляем к 6. И высота телевизора. То есть, вот это необходимая высота, которая нам нужна. Плюс мы понимаем, что рамку со стеклом мы утапливаем в тело столешницы. А сверху уже как-то крепим телевизор. Короче, понятно, что ничего не понятно, но параллельно идут кадры. Я думаю, вы потихонечку понимаете, как это всё у нас сложилось. И самый важный момент, это регулировка ножек. Потому что в дошкольном образовании, в школьном образовании, согласно СанПинам, у каждой возрастной группы высота столов своя. Но здесь речь идёт про дополнительное, друзья, образование. Потому что это не постоянная учебная деятельность. Это именно в рамках ДОП-занятий. Тут возможно различные ответвления. И плюс, если вы работаете с учебным заведением, вы знаете, что никто, как правило, ножки под конкретного ребёнка не регулирует. Всё равно идёт некий срез. Поэтому я захожу, смотрю, возрастная группа дошкольного возраста. Именно под этот возраст максимально выбираю столешницу. Потому что, скорее всего, всё равно с этим столом будут работать более-менее взрослые дети. Почему я не выбираю металлокаркас регулированный? Потому что любая регулировка, это вероятность того, что оно придёт в негодность. Ножек красивых регулированных я ещё ни разу не видел. Обычно это какое-то убожество. Когда у меня столешница из ясеня, красивого, покрытого маслом, не краской, с красивой текстурой, вот эти убогие чёрные ножки какие-нибудь или серые, я не хочу. Также я не хочу, чтобы у меня эти ножки отсоединяли. С одной стороны, я понимаю, что мне транспортировать удобнее будет. С другой стороны, мы теряем в крепости конструкцию. Я хочу, чтобы у меня были закладные, типа домино, чтобы было всё склеено, стянуто и навсегда. Чтобы мне учебное заведение не звонило, не говорило, у нас ножки расшатались или ещё что-то типа этого. Не хочу, потому что есть опыт. Вот на основании этого опыта я делаю такую конструкцию, которая показывает максимальную долговечность. Столешница из ясеня – это не самая дешёвая столешница. Плюс ребята, которые делали, несмотря на неприятную ситуацию, делают своё они знают и сделали всё именно так, как мы хотели. Поэтому имеем то, что имеем и демонстрируем готовый результат вам. Посмотрите, оцените. И, собственно, я расскажу, как мы туда интегрировали компьютер. И, друзья, помимо того, что у нас с вами теперь вроде каркас собран, всё работает, у нас инфракрасная рамка подключена, но хоть у нас и Smart TV, но он не такой смарт. Работать с инфракрасной рамкой он не умеет. Нам нужен некий компьютер. И тут у нас два пути с вами. Первый, самый простой. Взять комп, растеребонькить его, доставить материнку, достать из него, и, собственно, всё там собрать. Если будет какой-нибудь компьютер маломучный, то, собственно, там даже без вентилятора обойдутся технологии. Но я не хочу в это всё погружаться. У меня в жизни и так приключений достаточно. Я это умею всё делать. Поэтому я просто захожу на тот самый сайт Озон и заказываю первый попавшийся компьютер с хорошими отзывами. Чего вам советую? Приезжает этот компьютер, и, с одной стороны, я могу его сейчас разобрать, чтобы у меня, опять же, вопрос с охлаждением не был. А то у меня получится корпус компьютера, потом корпус ещё у стола. Всё это там будет греться. А с другой стороны, я могу на первое время просто понаблюдать за этим. Я выбираю второй вариант, заказываю компьютер, у которого важно, чтобы был HDMI. Он у всех есть, друзья, я вам так скажу. И самое важное, который по отзывам ходит долго. Опять же, у которого хорошее количество оперативной памяти, да, и быстрый диск стоит. Всё, больше у меня других требований нет. А, операционная система, конечно же. Я беру с официальной операционной системой Windows 11. Ничего ставить я не хочу. Плачу чуть-чуть больше, чем мог бы сам, там, лицензию какую-то пиратскую накатить. Но я потому что планирую, что этот стол у нас уйдёт в учебное заведение. Зачем им какие-то проблемы после этого? Все необходимые разъёмы выводим на корпус. А этих разъёмов, на самом деле, не так много и получается. По большому счёту, это питание, которое подаётся на тройник. А тройник уже разводит питание на телевизор и на компьютер. Всё. И точно так же, как я понимаю, что в какой-то момент времени учебное заведение захочет поработать со своей флешкой. С одной стороны, как бы не давая доступ к флешкам, мы понимаем, что мы они вирус туда не занесут, с другой стороны, а кто мы такие, чтобы за них решать? Хотят заносить вирусы на здоровье. Мы-то этого делать точно не будем. Поэтому мы выводим два порта USB на корпус. И, собственно, после этого стул официально считается собранным. Нижняя крышка у нас имеет отверстие для вентиляции. Но я думаю, тут каждый из вас это и так понимает. И, собственно, с этим столом я вам предлагаю сейчас и познакомиться. Итак, друзья. Собственно, сейчас у нас барабанная дробь. Будем первый раз включать. Я вроде пыль протер, как будто она нам чем-то может помочь. Телек мы монтировали. Есть вероятность того, что мы еще один раз хреначили. Ну, давайте пробуем. Что тут? Оттягивать некуда. Тем временем, пока у нас будет загружаться телевизор, я скажу вам следующую вещь. Смотрите, почему у нас дорогой телевизор? Потому что мне важно было, чтобы пульт был Bluetooth. У Xiaomi, вы знаете, что он такой же. Вы его видели на приставке. Приставка цифрового телевидения многие. И, собственно, что еще? Почему важно, что Bluetooth? Потому что иначе, если у нас был бы инфракрасник, нам пришлось бы выводить специальный сенсор или делать отверстие. И об этом писать инструкцию пользователю. Нафига это делать, если мы можем просто сразу купить вот такую штуку, да? Bluetooth. Соответственно, нам не важно, где мы находимся, мы всегда с этим пультом можем управлять. Дальше. Изображение 4К, сверхяркое, 53-я диагональ. И производитель, которому мы доверяем. Xiaomi, как-никак. Поэтому за базу взяли, да, подороже, да, переплатили, да, расхреначили, два раза заплатили, но ничего страшного. Окей. Риски взяли на себя. Далее. Переключаемся наверх. Смотрим, подключился ли у нас компьютер. Куда я ушел, не туда я ушел. Еще раз. Позже. То есть, плюшками цифрового телевидения, точнее, смарт-ТВ вы можете пользоваться, как хотите, подключить его, собственно, к компьютеру и детям, к компьютеру, к интернету и показывать детям мультики, все, что угодно. Нас интересуют с вами входы. Вы видите, что HDMI 3-й подключен. То, о чем 90% из вас не подумают, а я вам сейчас расскажу. Смотрите, ситуация какая. У нас с вами сейчас установлен компьютер. Маленький. Это мог быть обычный компьютер, если бы вы просто материнку куда-то там вынесли, разъемы вывели и все дела, и запускали бы его с отдельной кнопки. Я не хочу делать отдельную кнопку и еще одно какое-то отверстие в корпусе, потому что эту кнопку могут нажать дети, и в середине вашего занятия дети выключат вам комп. Вам это надо, мне это не надо. Поэтому мы с вами, зная, что у нас есть инженерное образование, мы чуть шарим в этих компьютерах, делаем следующее. Смотрите, я сейчас в HDMI 3-й захожу, и вы видите, что у меня в целом компьютер загружен. Я его настроил ранее, не здесь, поэтому, собственно, и не удивляюсь, что он загружен. Пин-код у меня есть, можно без него все сделать, но у меня COM был настроен так. Я на нем успел поработать. Windows 11. И сейчас я вам пока не показываю функционал, сам не знаю, работает или нет, потому что мне важно показать вам другую функцию. Смотрите, загоняем COM в перезагрузку, и вам важно будет сделать вот эту штуку. Перезагрузка. Заходим в BIOS. DELETE нажимаем, DELETE, как хотите, все англичане, но всех почему-то английский свой. Поэтому жмем, что хотим, заходим в BIOS. Дальше. Идем вот в такую функцию. Чипсет. И здесь есть у нас такая штука, Auto Power on Configuration. Эта функция отвечает за то, что делает компьютер, когда на входе питания видит то самое питание. Грубо говоря, что он может сделать? Давайте зайдем и прочитаем. Он может питание включить, он может питание выключить, а может остаться в том статусе, который был на прошлом шаге. Грубо говоря, если мы когда-то завершили его нормально, то есть через пуск завершения работы он выключился, то в следующий раз, когда мы включаем, компьютер будет выключен, потому что последний статус у него был выключен. Дальше. Питание включено. То есть, когда мы включаем в розетку, вне зависимости от того, нажали вы на кнопку питания или нет, компьютер включится. Это нам с вами и нужно, потому что мы не хотим отдельно с вами выводить кнопку питания. И дальше питание выключено. Вообще, в целом, у вас все компьютеры находятся всегда вот в этом режиме. Поскольку я раньше имел дело с серверами, мы всегда переключали его на Power On. То есть, если вдруг бесперебойник не выдержал, питание включается, чтобы серверки, вне зависимости от того, чего вы там нажали, всегда поднимались, грузились, а вы уже потом разбирались, сгорели, не сгорели. Но если не сгорели, то у вас все славным образом работает. Поэтому я это знаю, делюсь с вами. С вас лайк, подписка, комментарии. Ну и F10, save and exit. Yes. Все, окей. Теперь проверим, работает ли наш тач. Ребят, я просто почему первым делом это не сделал, хотя вроде у нас вся песня вокруг этого. По одной простой причине, что что-то я уже с этим столом так вспотел, что думаю, здесь проблем уже у нас не будет никаких. Ну как проверить? Очень просто нажать на кнопку пуск. Если сейчас палец подношу руку, все запускается, значит все работает. Не запускается, думаем, что делать. Ну, судя по тому, что я закрыл окошко, работает. Радоваться рано. У нас, возможно, потребуется калибровка. Как делается калибровка? Через панель управления. Заходим, нажимаем кнопку калибровать. В нашем случае мы перед тем, как сделать калибровку впустую, запустим Paint. Я проверяю всегда именно так. Мне важно, чтобы когда я подносил палец, курсор был точно под пальцем. Смотрим в верхнюю камеру. Вот я поднес палец, курсор под пальцем. Ни левее, ни правее. И все следует четко. Сколько касаний? Берем 5 пальцев, проводим. Касание есть, да? Ну, вы видите. Вот они. 5 пальцев есть. Окей. Давайте пробуем больше. Я с этой тряпочкой, простите, 10 касаний есть. А больше нам с вами, по сути, и не нужно. Супер. Калибровать в нашем случае ничего не требуется. Если вам требуется, то заходим в панель управления и калибруем. Как устройство ввода. Проблем никаких нет, а мастер вам поможет. Нужно будет по уголкам потыкать. Вы видите, что изображение классное, четкое, от угла до угла. И, собственно, сейчас у нас есть уже подключение к интернету. И с помощью любого браузера, вот у нас есть Edge, мы можем зайти в интернет. И что хотим, то и делать. Но другое дело, что стол-то мы приобретали с какой-то целью. С какой целью? Чтобы дети развивались. Дать им новые возможности. Соответственно, у нас должен быть какой-то софт. Вопрос, где взять софт? А где вы берете все остальное? Покупайте. Поэтому есть множество производителей, которые работают с интерактивными поверхностями. Выпускают софт для своих столов. И они же продадут с радостью вам софт для вашего интерактивного стола. Интерактивной стены. Интерактивной панели. Всего интерактивного. Чего вы там только не захотите. Поэтому заходим в интернете, в зависимости от потребностей, в интернет. И ищем, что нужно. Другое дело, что мы... Канал есть вопрос. На вопросы-то отвечаем не просто так, а еще и с пользой. Я по вашей просьбе, если вы попросите, всего лишь прошу 12 лайков. 12, не 13. Залетайте, ставите лайки. И я выложу то, что у меня есть в свободном доступе. Те игры, которыми вы можете пользоваться, развлекать детей совершенно и бесплатно. Хотя бы с этого стартанете. А дальше уже гоу-магазин за потребности. Я подумаю, оставить ли вам список, где вы можете приобрести. Опять же, ну, кто-нибудь пусть напишет в комментариях. Потому что слишком дорого мне этот стол обошелся, чтобы я все давал совсем уж на халяву. Напишите в комментариях, попросите меня об этом. Я вам вышлю список тех производителей, с которыми мы работаем. Вы можете у них качнуть софт. За определенные денежки, конечно, в этот раз. Ну, образовательным учреждениям в любом случае лицензии нужны. Итак, это мы с вами сделали. Сейчас я вам покажу, как игра выглядит на этом столе. И, собственно, будем потихонечку заканчивать. Потому что то количество информации, которое я вам дал, для вашего будущего и для вашего развития уж точно достаточно. Итак, пойдемте к самому интересному. Поиграем в игрушки. Итак, друзья, я быстренько установил две игры. Давайте посмотрим, как это все дело у нас будет выглядеть. Это первая игра на сортировку. Игры самые простые. Ничего сложного. Но к дареному коню, как говорится. Очевидно, что здесь нам необходимо сортировать. Вы слышите, что есть звук. Отличный. Когда есть звук на халяву. Смотрите, я пытаюсь перенести, не получается. Потому что по стрелочке нам говорят, надо переносить хотя бы вот так, по диагональке. Я неправильно делаю. Нет, мне говорят, не сюда. Тут уже один, типа, лишка. И шаг за шагом. Мы с вами Собираем нужную конструкцию. Так, а если крупнее сделать, ну, можно увести кран. Окей, давайте вторую игру. Я к тому, что Ребята, ну поднапрягитесь вы на лайки. И все у вас будет хорошо. И у нас хорошо будет. У всех все будет хорошо. Здесь, вы знаете, у людей Я хотел сказать, у дошкольников, да у взрослых, У многих проблема с аналоговым и цифровым временем. То есть, если цифровой мы понимаем, То аналоговая вообще не в зуб ногой вдуплить не можем. Нам говорят, Брат, Александр, Сделай-ка 9.00. По-человече. Я говорю, до вопросов 0. Стрелка секундная. Минутная. 9.00. Что вам хочется от меня? Господи. 9.00. А сюда 12.00. Наверное. 9.00. Наверное, нам нужно расставить все цифры. Согласно. Вот на эти точечки. Вот точно все. Теперь сам знаю, вам расскажу. И вот так Мы с вами А не смотрите еще по цветам. И мы можем читерить Или читерить Смайлик. Yes. Я справился. Спасибо, брат. Все. Enough. Достаточно. Таким образом Мы с вами можем закрепить Именно понятие времени. А еще вот эти все игры Вот которые вы видите Они есть в физическом воплощении. Это классно Если вы, допустим Приобретаете у Miniland У этого бренда Вот эти часы Ручками показываете А дети потом в цифровом формате запоминают. Это будет классно. Итак, друзья Собственно Я что хотел То вам и показал Мы с вами сейчас накатили Самые простые игры Которые вы можете найти В свободном доступе Если все-таки Послушаете меня И поставите нужное количество лайков Напишите комментарий Я вам это все предоставлю И вам вообще заморачиваться не нужно Важно, друзья Что? Вот это Прямо классный Готовый продукт Хотите связать свое будущее С производством вот этих вещей С точки зрения программирования С точки зрения именно создателя Интерактивных решений Пожалуйста Я вам дал понимание Что это все не так сложно И основные компоненты Если разложить Можно достать даже в России И что-то более-менее красивое собрать Здесь у нас получился шедевр Как минимум Итак Это мы проговорили Давайте по деньгам Сколько нам все это дело вышло Если вы досмотрели до конца Вы красавчики Сейчас все будете знать Итак В той же последовательности Что мы с вами и рисовали Каркас из ясеня Друзья Это ясень Покрытый маслом Нам обошелся в 20 тысяч рублей Плюс доставка 3000 туда-сюда Я ездил сам Но до нашего адреса От производства Это треха Окей А то что телек разбит Мы это с вами В кавычки Это наши риски Не проверил Сам накосячил Все Окей Далее Вторая цифра Стекло Стекло нам обошлось В районе Трех с половиной тысяч рублей Шестерка Каленая Просветленная Запомнили Намотали на ус У вас плюс-минус Будет дороже Дешевле В зависимости от того Где вы находитесь Рамка 55 дюймов Про которую я говорил Мне обошлась 8 тысяч рублей Одна штука Заказывал На Алиэкспресс Внизу Оставлю ссылку на магазин Не знаю Работает нет Рамку заказывал давно Далее Телевизор Телевизор Сейчас Ну и в прошлый раз А сейчас Нам обошелся 32 тысячи рублей Телевизор Не новый Но с новой матрицей А это нам и важно Нам корпус Вообще без разницы Что мы туда запихали Таким образом У нас все готово Кроме Интуитивной Хотел сказать Части То есть Кроме компьютера Компьютер я приобрел Если я не ошибаюсь Потому что я их приобретал Параллельно За 11 тысяч рублей Итого Общая сумма Нашего стола Составляет Бабах Вот эту Интересную цифру Ну согласитесь До 100 тысяч рублей Мы такое решение Не приобретем Другое дело Что Сколько времени Мы возили Сколько времени Мы отняли Из своей жизни Чтобы это все Дело создать Ладно Если вы на этом Собираете зарабатывать А если это делаете Вы для себя Если вы один раз Что-то расколотите То будете кусать Свои локти Это точно То есть Как бы Мы преследовали Целью показать вам Как оценивать Интерактивные решения С точки зрения Трудозатрат Когда вы их приобретаете Или думаете Создать самостоятельно Вот вы сейчас Это все увидите И уже осознанно Будете думать Буду рисковать Или куплю И буду заниматься Своими прямыми Обязанностями Руководить Учебным центром Или учебной организацией Здесь Каждый решает Сам для себя В любом случае Мне Опыт этот Понравился Да Негативный Где-то Да Где-то Как Столкнулись С тем Что не ожидали С точки зрения Именно производства Что Тут забыли Там забыли Тут прикрутили По другому И реализовали Но результатом Я доволен Поэтому Друзья Обязательно Поставьте лайк Этому видео Напишите комментарий В какой раз Уже Вас прошу Потому что Данное видео Обошлось Очень дорого А данный стол Мы отправим В учебное заведение Которое Пожелает Купить его По себестоимости Оплатив Доставку До себя То есть Мы данный стол Продаем В ноль Скорее всего Его заберут Уже наши клиенты На момент Выхода Это видео Потому что Многие знали Что мы его делаем Но У нас еще будет Второе решение Которое будет Без ножек Скорее всего У нас уже есть Потенциально Кому мы хотим Это предложить Но в целом Если вы Посмотрев Видео Скажете Продайте Нам Ну Продадим Вам Вопросов Нет Вот Кстати У нас Стол Уснул Энергосберегающая Технология А вот так Мы его можем Разбудить Короче С вами был Пишите комментарии До свидания Увидимся В новых Выпусках Пока Продолжение следует...